Современный музей, новый спортивный инвентарь или обустройство помещения для днеурочных мероприятий. На конкурс грантов, который проводит фонд Александра Прокопьева, школа номер один представила сразу три проекта по разным направлениям. В их разработке активное участие принимали и педагоги, и школьники. О чем мечтают и те, и другие, я расскажу вам прямо сейчас. Первая школа Бийска всегда славилась большим зимним садом. Однако зеленый уголок пришлось убрать после реконструкции крыши в 2015 году. Стеклянный потолок заменил обычный. Дневного света в помещении не стало, и для растений новая обстановка оказалась неблагоприятной. Временно здесь разместили теннисные столы. Сейчас педагоги и ученики разработали новый проект, с которым и планируют принять участие в конкурсе грантов. На данной стене планируется разместить баннер, на котором будут изображены фотографии по здоровому образу жизни. Будет сфокусирован проектор, на котором на стене будут демонстрироваться видеоролики по здоровому образу жизни, презентации. По периметру будут располагаться магнитные доски и стенды, на которых будут размещены рисунки по здоровому образу жизни, плакаты, различный раздаточный материал для внеклассных мероприятий. Здесь в центре планируется разместить стол круглый, который будет разъединяться на четыре части для работы детей в группе, скамеечки для удобства учащихся учителей, родителей. Также будет располагаться аквариум для эстетического восприятия глаза. И, конечно, планировалась еще Альпийская горка. Тут могут проходить внеклассные мероприятия. Мы также можем приглашать именитых спортсменов нашего города и края для проведения бесед с учениками. Мы хотим обустроить данное помещение с учетом современных технологий и сделать из него центр здоровья, отдыха и досуга. А это центр патриотического воспитания учащихся – школьный музей. Ему уже больше 10 лет. Ежегодно музей пополняется новыми экспонатами. Их приносят ученики и выпускники школы. Здесь можно увидеть военные каски, гильзы, самовары 19 века и даже зубы мамонта. Каждый класс при выпуске издает свою летопись. Главная тема музея – это история школы и история города. Здесь проходят экскурсии, встречи с ветеранами и другие мероприятия. Мы решили все-таки модернизировать традиционное пространство музея в современную, можно сказать, образовательную среду, которая бы способствовала более эффективному патриотическому воспитанию школьников, ну и, конечно, повышению краеведческой работы. Самое главное, мы хотели, если вы уже посмотрели на музей, обновить, конечно, наши экспозиции. То есть современные витрины сделать сейчас, чтобы отвечали современным требованиям. И, конечно же, оборудовать наш музей мультимедиа и звуковым оборудованием для проведения виртуальных экскурсий. Оно нам поможет сделать наш музей намного современней, чтобы наши ученики больше интересовались историей своего города и историей нашей школы. Ну, самое главное, чтобы, наверное, детям стало здесь интересно, чтобы они захотели именно узнавать, что было, и, возможно, вкладываться сюда в дальнейшем, приносить что-то. Третий проект, с которым школа намерена принять участие в конкурсе фонда Александра Прокопьева, соответствует направлению физкультура и спорт. На протяжении вот уже десяти лет учащиеся школы занимают первые места в городских спартакиадах. Они сильны в баскетболе, волейболе, легкой атлетике и других видах спорта. На базе школы номер один проходит сдача норм ГТО, а также различные городские соревнования. В их проведении помогают воспитанники школьного спортклуба «Стайер». Они принимают участие в судействе и выступают в роли секретарей. Для того, чтобы все полноценно у нас проходило, проходили уроки на носу, современное, новое спортивное оборудование и спортивный инвентарь. Мы к этому стремимся, мы прям хотим выиграть этот грант, и чтобы у нас оснащение было, ну и новые мечи, новые щиты. Выбрать только один из этих проектов в школе так и не смогли. Ученикам и педагогам воплотить, конечно, хочется все. Поэтому на конкурс решили подать три заявки. А какая будет признана лучшей, решит конкурсная комиссия. Тем временем прием заявок от учебных учреждений продолжается. В конкурсе фонда Александра Прокопьева могут принять участие все школы города. В том числе и краевые, бийские лицей и школы-интернаты. Последний срок подачи заявки – 2 мая. На реализацию своих идей каждая из школ может получить до 200 тысяч рублей. Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских, Будни.